всем привет ребят с вами снова я саша и я рада приветствовать именно тебя на моем канале сегодня я снимаю видео о полезных приложениях для учебы видео такого плана я снимала уже довольно таки давно поэтому решила снять обновленную подборку приложений для учебы я конечно же создала отдельную папку которую назвала 101 на своем телефоне и собралась 10 целых 11 приложений для учебы для вашего удобства название этих приложений будет в описании вообще долго собирала приложение для этого видео действительно старалась подбирать интересные необычные приложения о которых многие до этого не говорили поэтому надеюсь что вам понравится и вы обязательно поддержите меня лайком и подпиской а теперь давайте же мы скорее начнем итак первое приложение называется notion она очень популярная в америке и также набирает популярность россии вообще я знаю что она есть на компьютере на планшете вообще можно его скачать на любое устройство чтобы синхронизировать все ваши заметки в общем это умное приложение для того чтобы делать заметки вы можете создавать отдельные подкатегории делать какие-то группки собирают туда определенные заметки и делать также голосовые заметки в общем это очень многофункциональное приложение поэтому давайте же поскорее с вами на него посмотрим сначала она знакомит с этим приложением показывает все его функции опять же таки вот так вот это все будет выглядеть очень красиво самое главное мне нравится вот такой вот минималистичный стиль оформление этого приложения. Также показывается, как это будет выглядеть в браузере, либо на Mac или Windows. И теперь мы смело можем начать. Итак, конечно, если вы хотите, вы можете прочитать вот это все ознакомление, но я это делать не буду, и сразу же приступлю к созданию моей, так скажем, страницы. Сначала нажимаю Add Page, называю свою страницу, например, Школьные дела. Сюда я буду записывать все свои школьные дела и планы, например, сделать домашнее задание по какому-то определенному предмету, приготовить проект или отправить домашнее задание учительнице. Это может быть абсолютно все, что угодно. Если мы нажмем сюда, мы можем выбрать какую-то прикольную иконку для, собственно, нашего листа. Вот таким образом мы можем оформить наш лист, то есть добавить сюда какие-то наши цели и тому подобное. Это очень-очень удобно. Вообще у этого приложения есть много интересных фишек, о которых можно еще узнать. То есть я знаю только об основных фишках, но если вы знаете какие-то классные фишки, связанные с этим приложением Notion, то обязательно напишите в комментариях. Я вам покажу все быстро, потому что если буду оформлять каждый блок, это займет очень много времени у меня. Например, у меня есть вот такой вот активный блок, который называется домашнее задание. Я поставила его важность на высокую, то есть еще можно поставить медиум или вообще очень маленькую важность. Далее мы видим все про этот блок, то есть можно написать описание, например, сдать до следующей пятницы и тому подобное. И самое главное, что можно прикрепить какой-то скриншот. Например, я просто сфотографировалась сейчас, но сюда вы можете прикрепить скриншот домашнего задания с доски или просто какое-то домашнее задание, например, скрин домашнего задания. Еще тут можно добавить всякие прикольные фишки. Вы можете сейчас посмотреть, заголовки, какие-то листы, туду-листы, вот такие вот точечки, также вот такие вот сносочки, цитаты, и вот, например, вот так вот добавляем цитату. Это вообще выглядит очень классно, если запариться, можно очень классно оформить все свои листы и сделать их абсолютно под все ваши задачи. Например, можно сделать целый лист, посвященный YouTube, где я буду расписывать все свои планы на видео, буду расписывать сценарии и тому подобное, так что обязательно скачивайте приложение, потому что оно очень интересное. Это приложение называется Quizlet, возможно, с ним кто-то знаком, возможно, и нет, но это приложение для того, чтобы изучать какие-то иностранные слова, и можно изучать с ними только иностранные слова. Например, если вам задали выучить несколько терминов определений по химии, по биологии, по любому предмету, вы можете сделать вот такие вот умные карточки. На одной стороне у вас будет просто термин, на другой — определение, и таким образом вы можете выучить все, что угодно, что касается определений, формул и тому подобного. Для того, чтобы нам начать работать с этим приложением, мы должны нажать плюсик, либо создать учебный модуль, либо папку, либо создать курс, но я выберу создать учебный модуль, назову его «Биология зачет», и теперь уже непосредственно опишу нужную мне информацию. Когда я написала всю нужную мне информацию, я нажимаю «Готово», выбираю язык. Я создала свой модуль, и теперь я могу с ним работать, то есть заучивать, методом карточек его учить, письмо, подбор, тест. В общем, тут есть разнообразные варианты для запоминания информации, и на самом деле это очень-очень удобно, особенно для, как я уже повторяюсь, иностранных слов. Мне прям нравится такой интерактивный метод изучения, то есть это не тупо зазубривание, а такая креативная форма. Приложение Happiness Planner — это как будто ваш такой электронный планер, то есть вы можете записывать то, что произошло у вас за день, также вы можете писать туда какие-то ваши цели, использовать это как to-do-лист, или же писать, на чем вам нужно сегодня сфокусироваться. Это очень удобно, и опять же-таки это можно использовать вместо бумажного планера. Вот так вот выглядит наш календарный месяц, к сожалению, это приложение пока что есть только на английском языке, и тут есть очень много подпунктов, например, Meals and Exercise, Today Reflection, Rate Yourself, Text Notes, голосовые заметки и многое другое. Мне, например, очень нравится вот эта функция голосовых заметок, очень удобно, когда нужно что-то быстро продиктовать. Итак, покажу, как выглядит to-do-лист, просто записываем сюда наши цели, нажимаем плюсик. И таким образом я могу нажать на любой день и посмотреть, что мы запланированы на сегодня, например, что мне нужно сделать, почистить ноутбук и сделать ужин. И тут есть вот такая вот вкладочка, которая называется Happiness Roadmap, мы нажимаем на нее, и тут мы, собственно, можем оценивать свое состояние, добавлять какие-то свои качества, например, мы ленивые, или мы, наоборот, какие-то активные. Тут мы просто рассказываем о себе, и потом каждый день мы можем выставлять себе оценку, какие мы были за этот день, насколько мы были счастливы и тому подобное. Ну и также для ежедневного пользования я считаю, что это приложение очень полезное, потому что можно написать сюда все свои дела. Итак, данное приложение будет полезно скорее для тех, кто изучает английский язык, потому что это приложение предназначено для англоязычной аудитории, а то есть для американских школьников. Тут можно потянуть себя по абсолютно любому предмету. Здесь есть курсы абсолютно по всем предметам, анатомия, психология, химия. Также нажав на вкладочку «Все курсы», мы можем увидеть и другие курсы, то есть история, биология и многое-многое другое, что очень полезно. А самое главное, мне нравится интерфейс этого приложения, он очень яркий, позитивный, и мне кажется, так изучать какие-то курсы гораздо интереснее. Тут есть даже не школьные курсы, то есть курсы по поводу игр, какие-то фильм-продакшн и многое другое интересное. Для того, чтобы скачать курс, мы нажимаем на вот этот вот значок, и пошло скачивание курса всех 48 видео. Итак, это приложение «Аналог Фотомат», только это приложение от Microsoft. Я вообще его не видела ранее и не знала даже его существования. То есть принцип работы у него точно такой же, но у него немножко другое дизайн и оформление, и мне кажется, даже немножко больше функций, поэтому давайте же на него посмотрим. Итак, конечно же, самое главное, мы можем сделать фотографию, либо нарисовать то, что нам нужно сделать, либо напечатать просто буквами. Он понял, что я написала систему, и теперь нажимаем сюда, и он начинает решать наше уравнение, показывать подробно все шаги нашего решения, то есть мы можем выбрать даже метод, как мы будем решать, либо действие с использованием формулы корней квадратного уравнения, либо по поиску квадратного корня. Мы полностью можем просматривать все шаги, как находим х, как находим у, и тому подобное. Также строится график. И также вы можете тут, собственно, ручей напечатать ваше уравнение, и, конечно же, он его решит. Приложение BeLinguaApp для того, чтобы изучать языки. Итак, здесь мы можем выбрать абсолютно любую сказку, байс, историю, культур, классику. В общем, выбираем ту книгу, которая вам нравится, или же можем выбрать музыку, новости, но я выберу самую обычную книгу. Это будет «Сказка Алиса в стране чудес». Итак, я открыла книжку на английском, у меня пошел тут таймер, за сколько я должна прочитать весь этот текст. Здесь я могу разбивать слова, уменьшать шрифт или увеличивать его, делать так, как мне удобно. Также есть словарь с теми словами, которые, скорее всего, вам неизвестны, их также можно включить звук и прослушать. Когда я нажимаю на фрагмент текста, мне сразу же отображается перевод. Я могу сначала сама перевести, а потом проверить себя по этому переводу. И вот таким вот образом я читаю каждую страницу и нажимаю «Далее». Мне кажется, это очень классно, потому что где-то в пути, в машине, можно почитать такие тексты на английском. Это приложение по интерфейсу чем-то похоже на Crash Course. Тут есть гораздо больше всяких курсов на английском. Мы можем также выбрать совершенно тот любой, который мне нравится. Как вы поняли, здесь вы можете просто тренироваться по различным предметам. Я не буду долго зацикливаться на этом приложении, потому что, по сути, оно по интерфейсу очень прохоже на вот это вот приложение, о котором я уже рассказывала ранее. Итак, следующее приложение называется Timetable или просто расписание. Здесь вы можете писать расписание ваших уроков на сегодня, на завтра, в общем, на всю неделю. Мне, например, больше нравится носить мое расписание в цифровом формате, так как дневник у меня не всегда по-другому, и не всегда я его могу достать в школе. Интерфейс у него, на самом деле, очень простой. Для этого мы желаем править, добавить занятия. Например, пишем русский язык. Выбираем время начала и конца урока. Можем написать преподавателя, аудиторию и все вот эти вот параметры, и задать цвет нашего урока, выбрать любой из вот такого вот палитры. Мы сохранили, и теперь видно, когда у нас будет русский язык, то есть он будет начинаться в 11.30, заканчиваться, предположим, в 2.15. Так аналогично мы делаем со всеми другими нашими предметами. И в конце, когда мы заполним расписание полностью на всю неделю, у нас получится такое полноценное классное расписание. Кстати, тут можно даже перемещать вот так вот уроки между собой, если у вас что-то отменили или заменили. Мне кажется, это тоже очень удобно. И я считаю, что вот так в любом момент можете взять свой телефон, открыть это проложение и посмотреть, где у вас сейчас будет урок. Мне оно очень-очень нравится. Помимо этого, это проложение можно использовать как такой некий to-do-лист для домашки. Нажимаем плюс, и можем добавить наше домашнее задание. Например, сделать контурную карту. Выставляем тут дату и время выполнения. Преподавателя можем написать и также добавить какой-то цвет. Помимо этого, тут также можно добавить чек-лист и изображение. Например, добавить изображение нашей домашки. Нажимаем сохранить. И потом, когда мы выполним нашу домашку, можем сделать вот так вот, и у нас переместится это в архив. EG и физика. Приложение будет полезное для тех, кто будет сдавать EG по физике или кто очень увлекается физикой. Тут есть теория и формулы, законы и теории, таблицы, термины. В общем, тут есть много-много всего полезного. Тут есть теория по абсолютно всем разделам физики. То есть, это оптика, электростатика, кинематика, динамика. Нажимаем, например, на кинематику. И видим тут все основные формулы, все основные шаблоны кинематики. Видим все нужные нам уравнения для этой темы. Также можем взять вот так вот лупу и подробно рассмотреть. Мне кажется, это очень классно, когда есть теория вся в одном месте. И причем она тут довольно-таки подробная. То есть, например, у меня скоро будет по физике зачет по кинематике. Как раз-таки как по 11 классу. И вот этот шаблон мне очень-очень пригодится. В этом приложении есть огромный список всех формул. Также мы можем найти нашу формулу. Например, мы набираем давление. У нас выбирается формула давления. Например, давление на глубине жидкости. Мы можем четко увидеть формулу, что это равняется плотность на G и на H. И так можно сделать абсолютно любой формулой. Опять же таки, тут есть различные законы, теории, таблицы. И помимо какой-то теории, тут есть задания по темам. Например, по теме кинематики я могу готовиться прямо сейчас. Есть вот такой вот график, какое-то задание. Здесь написано условие задачи, и потом я могу ввести ответ. И теперь мы перемещаемся уже на вторую страничку с приложениями. И тут находится приложение List to Do. Это приложение для того, чтобы писать сюда все наши дела. Это на самом деле не сильно многофункциональное приложение, но мне нравится то, что оно выполнено в таком приятном стиле, и очень классно можно записывать все свои дела. Также, что меня зацепило больше всего, тут можно добавлять вот такие вот милые нарисованные иконочки для наших to do задач. Потом, собственно, когда мы выполним наше дело, мы можем нажать вот так вот, и оно завершится. Можно добавлять неограниченное количество листов, то есть у меня, например, есть такой вот лист, связанный с тем, что мне нужно купить. Можно сделать лист, связанный с YouTube, лист опять же таки с домашкой и с какими-то вашими срочными делами. И это приложение мне нравится больше, чем его аналоги to do листы, потому что оно очень просто в использовании, и мне нравится сюда записывать, собственно, свои планы. Последнее приложение в этом видео, это как раз-таки приложение Flotomat, потому что я знаю, что некоторые до сих пор не слышали об этом приложении. Я даже не знаю, как я жила без него до этого, потому что сейчас я им пользуюсь практически каждый день. В общем, это приложение по смыслу похоже на вот это вот приложение Math, только это приложение появилось, мне кажется, гораздо-гораздо раньше. Это приложение для решения математических уравнений и неравенств. Самое классное то, что вы можете сканировать вашу задачу, например, вот так вот наводим, предположим, у меня здесь написано мое уравнение, я его сканирую, и приложение автоматически мне его решает. Если вы не хотите фоткать ваше уравнение, то вы можете просто нажать на калькулятор и ввести его вручную. Итак, я уже решила свое уравнение, мне показывается его решение быстро, есть график, и можем также посмотреть подробно, как нужно было решать все вот это вот уравнение. Аналогично я, например, могу решить вот такое вот неравенство, и в конце, конечно, выдается ответ, чему принадлежит мой икс. Нажимаем сюда и подробно смотрим шаги, как нужно было решать это неравенство. Я считаю, это очень удобно, потому что иногда бывают такие сложные уравнения, которые мы не знаем, как решать просто. Мы его вбиваем в это приложение или же сканируем, и, конечно же, нам в приложении скажут ответ и покажут шаги решения, и мы в нем разберемся. Так что я вам тоже бы советовала пользоваться этим приложением, потому что оно действительно меня выручает. Итак, на этом мое видео подходит к концу. Сейчас я вам рассказала обо всех приложениях, которые я подобрала для этого видео. Надеюсь, что они вам понравились, и что вы скачали какие-то приложения для себя, потому что тут есть очень много классных и интересных приложений. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мое новое видео. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok